Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Мёрдерет. В принципе, у нас осталось не так уж и много. Возможно, это будет выпуск последний, возможно, следующий. Но, собственно, нам нужно добраться до музея истории Салема. Где очень много нам откроется уже. Он у нас недалеко. Так. Странный был такой переход. Хотя, может быть, он дальше, чем мне казалось сначала. А, вот, кстати, ещё что-то собрать можно. Я смогу туда попасть? Ну, пожалуйста. Как-нибудь вот туда. Да, я смогла. У нас здесь есть записка о значении татуировки доллар. Это так странно жить с человеком, биографию которого нарисована у него на коже. Я провела пальцами по знаку доллара в языках пламени. Ронан сказал, что татуировку набил ему отец после первой кражи. Словно он гордился тем, что его сын вор. Меня шокировало признание Ронана в таком преступлении. Но, по крайней мере, он узнает все свои плюсы и минусы. Своеобразный, да, отец? Так. Так, а что там ещё? Возможно же, что-то ещё есть. А, нет. Всё, больше ничего нет у нас. Ни тут, нигде. Так. Вообще интересно так по городу гулять. Табличка Фонтан. Мы надеемся, что этот тихий город Салем прославится мирной и весёлой жизнью. Да уж, прославился. И ведьму вас сжигали, и что только не было. Да, кстати, насколько я помню, вот это вот такая точка невозврата. То есть, если вы пройдёте за неё, то больше не сможете дальше по городу гулять. Вот это я чётко запомнила. Поэтому, те, кто занимается собирательством, пожалуйста, сначала всё соберите, потом идите сюда. Надо будет почитать про всю эту историю. Если даже копов убивают, то опасность грозит всем. Когда ищешь маньяка, всё примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось спять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. И выставка-то как раз посвящённая ведьмам, да? Новая задача — осмотреть все экспонаты. Так. Нет, так мы не можем пройти. Это выход. Извините, но продажа билетов начнётся только завтра. Сегодня вход по приглашениям. Что там сегодня такого особенного? Наверное, дела у музея идут отлично, если они нас не пустили. Ну, это очевидно. Я не могла выбраться. От огня спасения не было. А вот одна из жертв. Прошу засвидетельствовать, что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих семерых детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя дьявольское отродье. Такое себе место, да? Позор. Позорный столб. Это был довольно эффективный способ публично опозорить человека. Тут есть вещи и похуже. Вот приковали тебя к столбу, а тебе вдруг захочется пописать. А-а-а. Вперед? Их так на целый день оставляли. А воду пить давали? Издеваются. Я бы не выдержала. Вот и бы все так просто. Этот особняк принадлежал судье Готтерну, одному из самых влиятельных судей времен охоты на ведьм. Во время массовой истерии 1692 года в Салеме судебные заседания часто проходили в самом доме, и здесь же выносились приговоры. Суд над ведьмом – дом правосудия. Одна из исторических достопримечательностей Салема – особняк судьи, где в 1692 году проходили процессы над ведьмами. Так, кстати, пока еще есть возможности, я здесь похожу. Рона встречается с Рексом. Я так переживала, мой бойфренд, экс-предступник, встречается с моим братом-полицейским. Соран им не миновать – верно, но оказалось, что они два сапога пара. Никогда еще не видела, чтобы люди так понимали друг друга с полуслова. Кажется, все будет нормально. Это очень важно, да. Так, идем дальше. Хороший вопрос. Да, и из-за этого людей отправляли на смерть. Раньше люди были суровые. Тем женщинам не сладко пришлось. Судебные документы. Копия документов о судебных процессах над ведьмами, над ведьмами, в Салеме. Пуритане действительно так говорили. Ну да. Прето пришло, Адегель Уильямс. Старинная виселица девочка-призрака с переулкой – это Адегель Уильямс. И она этой висельницей ее казнили несколько веков назад. Ну, собственно, мы узнали, чем же все. Почему-то самая девочка умерла. Я точно видела полицейские мигалки. Так, нет, пока надо сюда. Туда еще рано. Ну как? Хотя вы без фотоаппарата, вы знаете, там, селфи. И всякое такое. Вот это самая жуткая смерть. Сколько же человек все это устанавливало? Тогда в чем смысл? Заставить жертву заговорить. Заговорить? Признайся, ведьма. Признайся в своих сношениях силами зла самим дьяволом. Договор с дьяволом. Раньше людей пытали и заставляют признаться в подписании договора с дьяволом. Ну, это жуткая смерть. Я согласна. Просто камнями задавливать, пока человека не сплющат, это такое. Судно ведьмой в Германии. В Германии во время охоты на ведьм казнили от 50 до 80 тысяч человек, обвиненных в колдовстве. Примерно 80% из них были женщинами. Табличка «Колдовство. Суеверие». После падения Римской империи и до начала Реформации, судебные процессы над ведьмами не были широко распространены. Многочисленные законы напрямую запрещали называть людей колдунами и ведьмами и жрели сжигать их за колдовство. Обеждение в том, что ведьма существует, считалось с суеверием. Ну, еще бы, сколько вы людей-то перебили в итоге. Так, нет, я пока все-таки вернусь к расследованию. Еще рановато. Почему дерево до сих пор не сгнило? Хочется уже зайти во все комнаты. Как я понимаю, так поступали не только с ведьмами. На этом месте мог любой оказаться. Неужели так действительно убивали людей? Какая жестокость. Сожженные на костре. Роуз сожгли у похожего столба. Интересно, а их долго под водой держали? Поезд перевозил боеприпасы. Он был как бомба на колесах. Причем, делали это у всех на глазах. Да. Это что называется? Стало для пыток водой. Софию убили с помощью чего-то подобного. И, в принципе, мы готовы сделать вывод. Сейчас я только пробегусь на всякий случай. Не осталось ли у нас чего-то такого. Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. Маньяк убивал жертвы с применением пыточных устройств по ританской эпохе. И почему именно так? Странно, что тут нет прообвинителей. Ведь это важная часть истории Салима. Ну, вообще-то некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху в кабинете реставраторов ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть. А вот это тоже интересно, да? Наверху в кабинете реставраторов полно экспонатов. Возможно, связано с заделанным звонарем. Вполне себе возможно. А вот теперь можно и побегать по разным кабинетикам. Так. Что здесь такое? О, у нас там есть... Проклятый поезд. Так, еще одни пыточные устройства, механизмы. Разные кресла. В общем, все как надо. Кровати. Поход в музей. Снова ходили с Ронаном в исторический музей. Он не фанат истории, но знает, что ей интересуюсь я. И поэтому он пошел вместе со мной. Такой молодчина. У нашего маленького городка богатая история. Я часто думаю о ней и чувствую себя ее частью. Табличка «Пекарь в колодках». Если какого-нибудь пекаря ловили на мошенничестве, его, как правило, заковывали в колодки. И еще двенадцать штучек нам нужно. Так, ладно, мы обошли вот эту стенку. Только мигалок. А, не знаю. Что, вот здесь? А, здесь у нас выход. Там мы были. А, теперь... Вот сюда. Ну, чтобы ничего не пропустить, правильно? Здесь я была. Здесь я была и не пошла вот сюда. Табличка «Железнодорожный вокзал». Когда-то в этом здании стояли внушительные железные поезда, стремительно ехавшие по рельсам. А в наше время оно превратилось в музей, который везет историю нашего города по рельсам воспоминаний. Отчего поезд сошел с рельсов, до сих пор не пойму. Табличка «Наказание за сплетни». Осужденных за сплетни зачастую сажали на позорный стул. Вот так. Не сплетничайте, дорогие мои. А то можете оказаться на позорном стуле. Я сплетничать терпеть не могу. И не понимаю, как этим можно заниматься. Какое кому дело до, соответственно, других людей. Так. Тут мы прошли. Везде прошли. И, в принципе... А, вот еще место. Табличка «Казнь первой ведьмы». Первой повешенной в Гайлосхилл стала Бриджет Бишоп. В ответ на обвинение в колдовстве она заявила, что невинна, как еще нерожденный младенец. Вот так вот. Так. Ну и все. Отправляемся сюда. Мы прошли по кругу. И здесь, насколько я помню, сейчас будет жестко достаточно. Нужно будет... Нужно будет... Призрачный... Еще раз возьми поезд. И он, так совсем не по-призрачному, может нас отправить на... Вот так вот. Вот так вот. Отпустила мышку, господи. Ладно. Ладно. На всяком случае, такое полусохранение у нас было. И это хорошо. Да, мне определенно не везет. В общем, нужно даже не перемещаться, не телепортироваться, пока он едет. Очереватый. Академия. Академия. Отлично. Табличка охоты на ведьм. Судебные процессы над ведьмами в Салиме закончились в 1693 году. Однако в Европе они продолжались до 1750-х годов. Так, лестница понятна. Да как оно меня задело? Как оно меня задело? Я же не рядом была. И даже мышку не отпускаю. Поехали! Так, лестница понятна. 9 learnch. Продолжение следует... 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 Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. Это знак убийцы. Призрачный знак звонаря по заимствованию с картины «Повешенная ведьма». Вот откуда у нас появился колокол. Так, хорошо, расследуем дальше. Гражданская война. Баксер побежал прятать картину, заслышав шаги. Зачем ее прятать? И что вообще он тут делал? Пушка времен Гражданской войны. Так, якорь. Разные инструменты. Важное сообщение. Вызов в суд. Старинный манускрипт. Список обвиняемых. Список обвиняемых в колдовстве, датируемый к отцом 1600-х годов. Решение суда. Молоток судьи, видимо, старинный. Так. Медиум и Салима. Медиум направляет полицию к месту преступления. Медиум ребенок из Бейкер нашла пропавшего человека. Русская МБО заявляет о своих экстрасенсорных способностях. Существуют ли медиумы на самом деле? Медиум раскрывает тайну 20-летней давности. Еще одно убийство раскрыто с помощью медиума. Реакция полиции. Цель из звонаря медиума. София тоже обладала даром ясновидения. Это значит, что уже несколько девочек, за которыми охотился звонарь, были медиумами. Ну, это мы, в принципе, уже поняли. Так. Преследование. Картина «Суд над ведьмой». Один из экспонатов выставки на первом этаже. Простите меня. Я и не думала его брать. Постыдилась бы, Бриджи. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами, тебя точно объявят ведьмой. Медиумы ведьмы. Буритании и любого ясновидящего объединялись в связях с нечистыми силами. Потому что люди всегда боятся чего-то такого. Ну и до сих пор нет же, соответственно, нигде ответа. Это действительно есть такие люди или это все наше воображение. Старинный корабельный телеграф. Навигация. Старинный медный нактоус. Ну, тоже совсем что-то, да? Не про нашу выставку. Так. И у нас получается... Так, вот еще что-то. В любом направлении. Штурвал. Старинный корабельный штурвал. Двенадцати с четырнадцати улик. И-и-и-и. Судья. Портрет судьи. Ладно, находим ответ. Попробуем. Так. Знак с картины. Бакстер не подходит? Ладно. Так, нет, не то, не то, не то. Что же мы еще такое не нашли? Я на всякий случай проверю, потому что вполне возможно, что мы уже это все нашли. Вот. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Из какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты. Ты вообще не врубаешься. Не врубаюсь? Мою жену убили три года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где. Да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? Два? Три дня назад? А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся. Я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну прости. Я не знала про твою жену. Да, да, да. Ладно. Будем действовать исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся. Бакстер под подозрением. Бакстер вел себя очень странно. Скорее всего, звонарь это он. Его необходимо разыскать. Ну как вам? В принципе, да, достаточно очевидно, что это Бакстер. Он был таким своеобразным плохишом. И кого же еще можно подозревать? Правильно? Кроме него. Даже в голову он не придет об этом. Так. Я еще здесь не дособирала. Молот и ведьм. В книге Молот и ведьм, опубликованный в 1487 году, доказывал существование ведьм. Объяснялись лучшие способы борьбы с ними. Книга-гравер. В книге гравюр Ильи Мампайна «Костюмы Великобритании» изображен вращающийся позорный столб. К нему можно было приковать до четырех человек, и они шагали вокруг него, словно мулы на мельнице. Молитвенник Испытание молитвы считало, что дьяволу никогда не позволят своему услуге произнести два слова. Все слова молитвы «Отче наш». Обвиняемых просили прочитать эту молитву целиком. И если они забывали хоть часть слов, то о них возникали большие неприятности с законом. Я не прочитаю ни одну молитву наизусть. Я их не знаю. Не являюсь как бы верующим человеком. Меня бы, думаю, точно сожгли. Табличка «Спонсор». Посвящается безымянному жителю, благодаря щедрости которого мы смогли сохранить наследие нашего города. Но бережно восстанавливаем прошлое во имя лучшего будущего. Здесь я ощущаю прошлое. Вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце. Но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши. Проникает прямо в нос. Будто слышно эхо давно умерших людей. Умоляющих, чтобы их не забывали. Духи в музее. Мать Джо чувствует присутствие духов людей, как-то связанных с экспонатами в музее. И что ж, у нас последний кусочек. Послушаем историю. Проклятый поезд. Обрывки призрачного прошлого. Мы с мужем покинули платформу и зашли в поезд. Помню, с каким чувством я смотрела на наш городок и вспоминала, как счастливы мы здесь были. Однако новая жизнь в Салиме увлекала меня гораздо больше. В пути я было задремала под мерный стук колес, как вдруг раздался пронзительный скрежет металла о металл. И сон мгновенно меня покинул. Поезд остановился. Кругом царила тишина. Было слышно, лишь как ливень барабанит по крыше. Я выглянула из окна, но ничего не смогла разглядеть. На улице было слишком темно. А затем вспыхнула самая яркая молния из тех, что я когда-либо видела. Мой муж решил выяснить, в чем причина задержки, и пошел в головной вагон. И тут в хвосте поезда закричала какая-то женщина. В числе прочих я поспешила к ней. Когда женщину спросили, что случилось, в перерывах между рыданиями она могла лишь промолвить, что под дождем бродят духи мертвецов. Мне показалось, что странным образом на всех пассажиров внезапно нахлынули болезненные воспоминания. Про себя я это могу сказать точно. Все это напугало меня настолько, что я тут же отправилась искать Джо, но его нигде не было видно. Я уже добралась до локомотива, но так и не встретила мужа. Я выглянула из ближайшего окна и увидела машиниста. Он пытался убрать с путей упавшее дерево. К нему шел Джо. Я была уверена, что он хочет помочь расчистить пути. Но к моему ужасу, вместо того, чтобы взяться за ствол, Джо поднял земли камень и размозжил машинисту голову. Я выскочила из поезда и подбежала к нему. Но увидела, что это уже не тот Джо, которого я знала. Он был будто одержим чем-то, не могу выразиться яснее. Потом его что-то напугало. Он отбросил камень в сторону и стремительно бросился к лесу. И вот тут я точно это помню. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Прежде чем Джо исчез за деревьями, вспыхнула молния. И я увидела, как за ним что-то гонится. Его преследователя я могу описать только как призрака, закутанного в чёрное. Хотя, не знаю, может быть, это была просто тень. Полиция несколько дней прочесывала лес в поисках Джо, но его так и не нашли. Поначалу я вернулась домой, но воспоминания о прошлой жизни не давали мне покоя. Иногда, когда я без сна лежу в постели, меня преследуют мысли о том, какой могла бы стать наша жизнь, если бы мы не сели в тот поезд. Ну вот такая вот грустная история с проклятым поездом. Ну, как тут предугадаешь, правильно, что произойдёт? Так, идём дальше. Скорее даже не то, чтобы дальше, а идём теперь и обратно. Лифты у нас, конечно же, ничего не доступны. И, соответственно, нам нужно идти уже в дом к Бакстеру. Что же вы так пугаете-то? А, чёрт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И, ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Немножко внимания над нами О, черт Я хотела просто взять и незаметно пробежать Но не получилось Ладно Значит будем все-таки осраблять демона Ах, их здесь три Трое Но начала я так Неплохо Сразу же ворвалась Уничтожила одного Давай, давай Поближе, поближе Плыви Ах, не та кнопка Ладно Ладно Немного не удалось С первого раза И чуть второго тоже Так Я все время перепутываю кнопки Не знаю зачем Я это делаю Не специально Сейчас мы от тебя избавимся Не переживай И от тебя тоже Все Отлично Теперь можно идти еще ниже Поезд Ты, кстати, будешь нас Преследовать снова Или тебя уже нет А, вон Поезд у нас остановился Как только мы узнали Его историю Вполне возможно У нас еще что-то произошло Что-то плохое Да Я вроде Не нравится мне это место Я полиция на ногах Что такое? Не знаю Значит, это не было способом казни Что-то еще случилось с Салеми Я же в церкви Выходим Что за спешка, ребята Куда это вы? А, нет, нет Что-то случилось И причем в церкви Вся полиция туда едет И Кто знает Чем это все закончится Правильно? Оставляйте комментарии Что вы думаете По этому поводу Какие у вас мысли Виноват ли Бакстер Точнее Как бы он вроде как Точно виноват Да Но Что, соответственно Здесь происходит Все равно Хотелось бы узнать От вас Ваше мнение Подписывайтесь Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Чтобы получать Своевременные уведомления О новых видео И увидимся с вами Уже в концовке Всем пока-пока До встречи Субтитры сделал DimaTorzok